ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пришли первые азербайджанские беженцы, которых армяне изгнали из их исторических земель. Сразу после этого Армения стала обстреливать приграничные азербайджанские села Эйил, Муфлу, Давудлу, Черели, Фарджан, Татар. То есть территория в 120 километров беспрерывно обстреливалась со стороны Армении. Они постоянно обстреливали нас, чтобы вызвать панику у мирного населения. Губадлы оказался зажат между Арменией и захваченным сепаратистами Накорным Карабахом Азербайджана. Армения планировала использовать территорию Губадлы, чтобы перевозить военную технику. Еще в 89-м году с помощью российских военных армяне на 160 грузовых автомобилях пытались перевезти тяжелую военную технику через Равнину Язы-Дизю. Услышав об этом, население все как один, взяв в руки оружия и сельскохозяйственные орудия, стали у них на пути и остановили продвижение грузовиков. Затем, в 1989 году, ситуация обострилась. Наши территории охраняли отряды самообороны. Их возглавляли национальные герои Алияр Алиев и Дагобей Мехмеддинов. Отряды помогали населению охранять свои территории от нападений армян. Население могло надеяться только на себя. Мы вынуждены были защищать сами себя. В 1988 году начался конфликт. Трое губадлинцев еще в 1989 году были взяты армянами в заложники. Потом их всех троих армяне убили. Я работал в полиции. Азербайджанская полиция охраняла границы всего Губадлы. Армяне занимались провокациями. В то время, как в так называемом Степанокердском районе, сегодня это Ханкенди, стояла российская армия. С ее помощью армяне с трех сторон. С севера, с востока и запада одновременно начали атаку. Так как Чабраева и Физулии уже были оккупированы, только с юга территория осталась свободной. Поэтому они и напали на нас с трех сторон. И в августе 1913 года Губадлы был оккупирован. В конце 1992 года несколько горных сел Зенгизурского и Губадлинского районов были оккупированы армянами. Затем в начале апреля 1993 года был оккупирован Кельбаджарский район. Губадлинский район оказался в блокаде. Северо-Лачинские и Кельбаджарские районы были оккупированы. На востоке действовали отряды армянских террористов. На западе территория Армении. И только на юге открытой для передвижения оставалась дорога вдоль реки Арас. И когда 22 и 23 августа Джабраил и Физулии были оккупированы, оккупация Губадлы стала делом времени. Во время оккупации Губадлы армяне начали наступление с реки Хакары. Все села вдоль реки оккупировали. Армяне использовали против мирного населения танки, минометы. И люди вынуждены были бежать, сломя голову. Силы самобороны уже не могли противостоять армянским сепаратистам, которых поддерживали российские военные. Окупация началась с утра. Это было широкомасштабное наступление. Вечером между пятью и шестью Армения, используя тяжелую военную технику, боевые вертолеты, атаковали мирные села на территории нашего района и в тот же день Губадлы был оккупирован. Я в то время работал в исполнительной власти Губадлинского района. Все сотрудники были на работе. Мы делали все, чтобы защищать мирное население. Вывозили людей на грузовых машинах. И все-таки сто человек остались в заложниках. Во время оккупации 234 человека погибли, защищая своих близких, свои дома. Когда началась оккупация Губадлы, мы были в селе Ханлык. Сиди с угазанием руководства, находились на постах. Армяне со стороны Ханкенли, Хадрута, Джабраила начали нападение. В это же время со стороны Геруса и Гафана Губадлы беспрерывно обстреливался. В то время, это было 25-26 числа месяца, мы решили женщин и детей временно эвакуировать. На грузовых машинах кое-как вывезли. А сами остались защищать свои земли. Женщин и детей временно разместили в селе Дашурун. А оттуда уже перевезли в Ахмедбейли. 5 мая, когда Азербайджан начал ответную атаку, Армения вдруг заявила, что готова к перемирию. И соглашение о перемирии было подписано, но они его никогда не соблюдали. Например, я в 1994 году был ранен на линии соприкосновения войск Физули, стал инвалидом второй группы, получил черепно-мозговую травму и повредил руки. Они использовали против мирного населения установки град, минометы, 120-миллиметровые минометы. Это было российское оружие. Его использовали против мирного населения. До того, как оккупировать Губадлы, они захватили Лачин, Джабраил, и мы оказались в окружении. Население бежало в сторону Зангеланского района. Часть попыталась добраться туда, вплавь через реку. Другие, рискуя жизнью, бежали через оккупированные армянами территории Физулинского, Джабраильского районов. Население вынуждено было само себя защищать. Они спасали себя, свое имущество, свою скотину. Ведь армяне целенаправленно стреляли туда, где находилось мирное население. Во время оккупации района армяне уничтожили 205 памятников культуры. Вывезли около 5000 ценных экспонатов Краеведческого музея. Во время оккупации погибли 238 человек. 146 человек стали инвалидами. Армянские оккупанты не посчитили древнейшие памятники. Святилища IV века на территории Явур, исторические памятники V века Галалы и Гюйгала, мавзолей Демирчи построены в XIV веке и мост Лаля Зер XVIII века. Среди моих родственников многие погибли в боях за родину. Несколько человек попали в заложники и пропали без вести. Там, в Губадлы, остались могилы моих предков. Верите, я так скучаю, так скучаю по этой земле. Я только в одном мечтаю – вернуться туда, преклонить колени и спить воды из источника, чистой воды. Это моя мечта. Темизм. Мэм арзумодом.